Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Меня зовут Николай Георгиевич Фурса, водитель спецтранса Санкт-Петербурга. Сегодня хотелось бы поговорить с Николаем Павловичем Французовым. Товарищ Французов, будучи еще рабочим, у себя на предприятии создал профсоюз. И боролся за улучшение условий труда рабочих. Создал кол-договор. Николай Павлович, расскажи что-нибудь о своем профсоюзе. Ну, сначала я хотел бы немножечко рассказать о себе. Я всю жизнь был рабочим. Закончил ПТУ в 65-м году. Вскоре пошел на курсы водителей. Получил водительское удостоверение. И всю жизнь, это 50 лет, я отработал водителем. Половину своего рабочего стажа отработал в Советском Союзе. И вторую половину в капиталистической стране нашей же. Так что мне есть чем сравнивать. Те условия труда и эти условия труда. И это, знаете, как день и ночь. В Советском Союзе рабочие были защищены. Я вспоминаю, как мы работали. У нас строго очень соблюдалось законодательство. Если же нам приходилось работать. У нас, в общем-то, старались, чтобы рабочие не превышали норму часов. Но иногда приходилось ездить в командировки, ну, в ворочную, на торф. В этих случаях нам всегда четко оплачивали превышение нормы часов. Работал в выходные дни. И заработки были очень хорошие по тому времени. У меня бы доходили, если средняя зарплата у меня была где-то 200 рублей, то у меня получилось где-то 400, ну, раз даже и 500 рублей в месяц. Сейчас же в капиталистической стране такого быть, ну, я этого не встречал. Если пытаешься добиться, чтобы тебе оплачивали работу в выходные дни, то работодатель всячески уворачивается. Начинает платить по минимуму, чтобы якобы он, чтобы заплатил. И постоянно здесь я сталкивался с несправедливостью. Возьмем такой пример. У нас на хлебозаводе, на котором я работал, отработал 24 года, произошел такой случай. Как-то у нас два водителя, не одновременно, а не так. Сначала один, потом другой. При утреннем прохождении медосмотра надули. Так вот, директор нашего хлебозавода, мало того, что их лишил премии, да, это, в общем-то, нарушение дисциплинарное, но он еще лишил зарплаты. Он заплатил только лишь, лишь по мроту им. Это явное нарушение было законодательства. Я тогда еще не был председателем первичной правительственной организации, но я сходил к директору. Мы с ним очень хорошо побеседовали. Я объяснил, что, ну, это, ну, так нельзя делать. Ну, что вы, Сергей Александрович, это можете наказывать, но не нарушая закона. И как-то он прислушался ко мне, и больше таких вещей не повторялось. Теперь про профсоюз. У нас на хлебозаводе, когда я устроился, был профсоюз. Ну, понимаете, когда я туда, мне пришлось обращаться в этот профсоюз, когда меня незаконно лишили премии, то председатель первичной нашей организации мне сказал, ну, что вы, Николай Павлович, как я могу пойти против Папы? Здесь я ничего не могу сделать. Я понял, что это профсоюз, ну, что он есть, что нет, толку от него никакого. Но вскоре он расползся. И вот я стал задумываться о том, чтобы не мешало бы нам все-таки создать свой профсоюз новый, именно рабочий такой, чтобы он защищал право трудящихся. И мне как-то подтолкнула меня Надежда Николаевна, начальник сбыта. Она мне предложила, что, Николай Павлович, вы бы могли бы создать и возглавить профсоюз. И она как-то подтолкнула, и я решил это сделать. На первом же общем собрании работников я вынес это предложение. Меня поддержали, там же избрали председателем первичной профсоюзной организации. И я начал работу. Создал правком. Мы вошли в профсоюзную организацию пищевой промышленности Санкт-Петербурга. Вот. Как-то, понимаете, получилось так, что я был далек от такой работы. Я всю жизнь был водителем. И вот здесь, окунуться в эту работу, это, знаете, как-то... Было как-то боязно сначала. Это все равно, что... Вы понимаете, человек, который не умеет плавать, его бросили в воду, и он начинает барахтаться и учиться. Вот тоже самое и у меня получилось. Я стал учиться, учиться, работать в профсоюзе. И как-то это не так уж и тяжело оказалось. Как-то пошло-пошло. Мне помогли в горкоме профсоюзов. Я вступил в рабочую партию России. И вот здесь мне как раз рабочая партия России мне оказала громадную помощь в этой профсоюзной работе. Особенно Михаил Васильевич Попов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Я к нему часто обращался. Да, я еще ничего не знал толком. И вот именно он помог. В первую очередь нам надо было сделать свой коллективный договор. Меня Михаил Васильевич научил, как это делать. Сначала делается проект коллективного договора. Ну, проект коллективного договора я взял в горкоме профсоюзов. Так, подработал его. Сделал выжимку этого коллективного договора, потому что он довольно-таки объемистый. И с этим проектом ходил по коллективу. Людям рассказывал, показывал этот проект коллективного договора. Они все одобрили его. А вы обращались только к членам профсоюза? Или все-таки не все же были членами профсоюза нашего предприятия? Да, к сожалению, не все были члены профсоюза нашей организации. Поэтому мне пришлось одновременно, и впоследствии мне это очень помогло, одновременно ходить, объяснять и брать заявление от нечленов профсоюза, что они от своего имени доверяют мне вести коллективные переговоры с работодателем. А вот здесь можно поподробнее? То есть, как это выглядело? Может быть, это какие-то документы можно предоставить? Ну, у меня здесь, в общем-то, куда-то она поднялась, я не вижу. Ну, это стандартное такое маленькое заявление, где написано, что я такой-то, такой-то доверяю вести первичной профсоюзной организации Сестровецкого хлебозавода по введению коллективных переговоров и коллективных трудовых споров. Там ничего сложного нет. Я собрал много таких заявлений, и у меня получилось, что я, когда выходил на коллективные переговоры с работодателем, у меня было более половины членов коллектива, которые были за этот, которые поддержали этот коллективный договор. И когда у нас были даже острые такие переговоры с работодателем, разногласия, он мне как-то сказал, а что вы видите, так рьяно защищаете, вы неполномочны вести эти переговоры, так как у вас членов профсоюза меньше половины коллектива. Я сказал, нет, вот, я достал заявление, вот, пожалуйста, посмотрите, здесь не члены профсоюза, мне разрешили от их имени вести переговоры. Ну, здесь, естественно, работодатель промолчал, ему деваться некуда. И мы заключили этот коллективный договор. Коллективный договор получился неплохой. У нас была загвоздка насчет заработной платы. И тут мы все-таки добились своего. И взяли мы за основу, конечно, Трудовой кодекс. Там есть хорошая статья. Вот 130-я. Она звучит так. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. И что в ней пишется? В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Это значит, что государство гарантирует нам обеспечение повышения заработной платы. И есть для этого специальные меры. И вот статья 134-я. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Что в ней пишется? Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные гарантии, органы местного самоуправления, государственные муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Другие работники в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Мало того, что есть эта статья, но видите, что здесь прописано в этой статье, что эти положения о повышении реального уровня заработной платы нужно необходимо прописать еще в коллективном договоре. Так а в чем проблема тогда была? Как это выглядело? Ну, работодатель утверждает, только лишь с разрешения наблюдательного совета. Я ему сказал, что нет, Сергей Александрович, здесь никакого решения наблюдательного совета не нужно. А наблюдательный совет директоров не нужно. Он говорит, нет, это обязательно, это в трудовом указе. Я говорю, нет, Сергей Александрович, такого нет в трудовом указе. И вы знаете, мы поспорили, он как-то вынудил меня поспорить. Когда я ему достал этот трудовый, поспорили на 100 долларов, когда открыли трудовый код, он так почесал. Ну, никто не выиграл, никто не проиграл. Короче говоря, он зажал этот футбол, что он 100 долларов. Ну, главное, что не эти 100 долларов, а главное, что мы этот пункт включили в трудовой договор, в коллективный договор. А в коллективном пункте там, это он что, получается? Ну, там... То есть это было дополнительно? Нет, нет, это просто коллективном договоре это было. Не нужно было уже снова отстаивать это как отдельное положение? Нет, нет, это не положение, нет, прямо в коллективном договоре. Так что коллективные переговоры у нас по заключению коллективного договора прошли, я считаю, нормально, успешно, с помощью наших же товарищей по рабочей партии России. Ну, конечно, и горком профсоюза помог. Ну, здесь нужна помощь, нужно со всех сторон брать, со всех сторон. Кто бы не помог, нужно за все хвататься. Потому что одному в таких ситуациях довольно-таки сложно. Да, и коллектив тоже. Ну, коллектив поддержать. Ну, коллектив, естественно. Если хороший коллективный договор, он его, безусловно, поддержит. Вот. То есть выжимка и обращаться к каждому работнику. Если работник не член профсоюза, то тогда... Брать с них. Доверенности. Да, доверенности, заявления, ну, это без разницы, что они дают свою работу. И по законодательству закон будет на стороне рабочих. Да, все правильно. Спасибо, Николай Павлович. До новых встреч. До новых встреч.